Сказать очень такую приятную вещь, что мы дошли до второго дня съезда без потерь. Никто из учителей не вспомнил молодость студенческую, никто не попался в боях фонтанок. От милиции никаких звонков не было. Так что это первая информация, которая очень приятная. А теперь давайте начнем нашу работу предварительно на несколько объявлений. На какие они идут на первое объявление? Уважаемые коллеги, начиная с обеда сегодняшнего дня, вы можете после комнаты городкомитета получить сертификаты об участии в съезде. Пожалуйста, имейте вреду, что сертификаты будут выдаваться и сегодня, и за выдачу большую очередь. Вы можете перенести получение сертификатов на завтра. Это первое объявление. Второе объявление. Уважаемые коллеги, по обеду вы можете в столовой в целом этаже физического спутчета. Потому что не плохая столовая, просто вчера они все ее нашли. Тоже хотел сделать несколько объявлений. Значит, объявление номер один. И оно связано со всеми. Два часа. Память, наветочки в том числе. Это касается резолюции съезда. У нас была рабочая группа создана. Ну, в связи с тем, что не всех я увидел вчера. В общем, короче, следующая ситуация. На сегодняшнее время есть, как говорят, есть и диссертация любого, а так есть более некая такая набросок этой резолюции. Значит, резолюция будет вымешена на стенды перед входом. И там будет установлен специальная вещь для того, чтобы точно туда добавить эту резолюцию или изменить. Просто пишем, изменить такой документ и так далее. Кроме того, сейчас мне принесут это распечатанное видео. Я не знаю, сколько резолюбляров, но больше 10. И я бы хотел, чтобы желающие, которые хотят добавить, посмотрели этот текст, но аккуратнее править его, потому что лучше заполнять, потому что можно так исправить, что потом не поймешь, что там благописника отдать. У меня была войска в той рабочей группе, которую мы создавали в составе программного аккредита. Ну, в первую очередь, это касается Марина Юрьевна Демидова. Я напоминаю, что она, что это хоть под контролем у нее. Поэтому я обращаюсь к вам именно с просьбой, чтобы вот эту группу возглавить и поправить. Мы со стороны Московского университета ведем только двух человек, то есть двух сотрудников наших. Александр Иванович Семков и Павел Иванович Абоков. Остальное, пожалуйста, владитель, учтение физики. Второе обвинение связано с тем, что, вот, много предложений, ну, не много, но три уже точно поступило, в связи с тем, чтобы создать какую-то общественную организацию, вот, учтение физики, а может быть, преподаватели физики и так далее. Этот вопрос сложный, и для этого надо создать какую-то рабочую руку, хотя бы определенную проработку. Поэтому у меня просьба, кто хочет выделить в эту рабочую руку, ну, или рыбы, или пальцы, или лоседания, записаться. Здесь с адресами мы начнем, так сказать, прорабатывать. Если это будет съезд решить, что это нужно делать. Я думаю, что больших проблем нет, но должно быть желаемо. И третье обвинение о завтрашнем дне работы. Значит, в конце работы, которую будем проводить в политическом факультете, мы потом переходим на новый директорный групп. Продолжение следует... Уважаемые коллеги, если вы не ввезли в другой роли, на вопросы ЕГЭ и ЕГЭ будут отвечать на эту исследованию, Виталий Акадьевич Биттс. А мы сегодня отвечаем на людмонаружные исследования, в которых участвует наша страна. Вот на этом сайте показано, что наша страна участвует в двух международных исследований, касающихся, естественно, научного образования. Это ТИМС и ВИЗА. Исследования ТИМС одновременно проводятся по математике и естествознанию, включая физику, биологию, химию, географию. В четвертом классе и в восьмом. Значит, это исследование проводилось регулярно, достаточно давно, один раз в четыре года. И, к сожалению, всего два раза проводилось исследование по углубленной физике, но мы с вами сейчас ее называем профильной физикой. Вот в 95-м и последний раз в 2008-м году, в котором тоже наша страна принимала участие. Другое кардинально противоположное исследование это ФИЗО, наверняка, о нем наслышанное. Проводится оно раз в три года, принимают участие в нем 15-летние учащиеся. Здесь специально не пишется класс, поскольку принимается именно возрастная граница. И, соответственно, в этом исследовании могут оказаться и учащиеся 9-го класса, и 10-го, и в профессиональных учреждениях, профессиональных образований. Что проверяется в этих исследованиях? Я уже сказала, что они кардинально разные. То есть ФИЗО это абсолютно привычная для нас проверка обычных учебных знаний в мире. Есть программа, есть выделенные умения, и по каждому программному элементу, по каждому умению конструируются задания и проверяются. То есть, видите, в заданиях фактические знания, объяснения явлений и так далее и так далее. То есть, некоторые из этих заданий ощущения взяты просто напрямую из наших задачников и учебников. ФИЗО совершенно другое исследование, проверяющее, как называемый, естественно, научную грамоту. Ее отличие в том, что целью этого исследования является определить, насколько наше с вами образование, естественно, научное, готовит человеку к жизни в современных условиях. Ну вот, принято определение, естественно, научной грамотности, и основное отличие от заданий этого исследования, оно тоже проверяет естество знаний. Там тоже контекст физики, химии и биологии. Но самое главное, что туда отбираются задания, которые главной особенностью, как тут, являются жизненные ситуации. То есть, обычные наши учебные ситуации в это исследование не попадают. Значит, каковы же результаты? Вот в связи с тем, что исследование противоположно разное, мы оказываемся с вами на абсолютно разных полюсах и по результатам. Значит, что касается исследований, то мы имеем полное право гордиться нашими результатами. Значит, вот видите, наши тераклазники оказываются практически впереди планеты всей, но уступая только странам и восточного региона, как вы понимаете, выступают абсолютно всем. Сейчас вот эти пят, на последнем этапе исследования, пятое место среди 36 стран, мы выступили, например, в Сангакуру и Тайвань. То есть, наши восьмиклазники чуть хуже, но тоже в первые десятки. И выше оказываются, опять же, всего раз, два, три, четыре, пять, шесть стран. Шесть, поскольку разбиваются на группы, и четыре страны еще сопоставимы с результатами Российской Федерации. В одиннадцатый класс ТИМС не очень представительный выбор, поучаствовало всего девять стран. В углубленной физике, или как мы называем, в группе этой физики, не очень любят участвовать различные страны. Прямо, надо сказать, двоярно. И здесь у нас результаты, ну, хоть и не совсем первое место, но все равно четвертое. Вот выше нас оказались еще три страны, которые уходили на слайд. Что же касается исследований ФИЗа, о которых много пишут в газетах, в отличие от ТИМС, где мы имеем все основания гордиться нашему результату. Здесь последнее исследование, которое было в 2009 году, а результаты его были опубликованы буквально два года назад, и если не изменять память аналитического отчета, то и здесь научный грант, что до сих пор и не вышло из печати. Так вот здесь мы оказываемся существенно ниже средних международных результатов. Видите, средний балл 478, а место 38-40 среди 65 стран. Но первые 65 стран, это, как вы понимаете, практически все развитые, более-менее клиничные, которые существуют в существовании в мире. И вот в конкуренции с ними мы оказываемся, к сожалению, уже на таком вот месте. Остановлюсь на отдельных результатах, поскольку в полчасовой закладе, конечно, охватить все, просто в принципе невозможно. Значит, исследование ТИМС. Не хотелось бы начинать с физики 8 класса, поскольку мы-то с вами все работаем, начиная с 7 класса, но прекрасно понимаем, что здесь научное образование начинается с начальной школы, и элементы физики там тоже должны быть. Так вот, самое интересное, что в исследовании ТИМС проверяется по программе, которая предварительно согласуется со всеми странными участницами. То есть, короче говоря, получается программа исследования, в которой включаются вопросы, ну, так или иначе, которые так или иначе считаются важными всеми странами учащихся. Так вот, оказывается, что для начальной школы все вот эти 50 стран практически согласны с тем, что до 11-летнего возраста учащий должен познакомиться с основами физических явлений. Вот это вот темы, которые включены в исследование ТИМС. Все эти темы в наших стандартах одних не присутствуют. То есть, наши учащиеся, выполняя вопросы по данным элементам содержания, могут базироваться только исключительно на жизненном опыте. 70% заданий по этому разделу выходило за рамки программы. Значит, но это не помешало нашим учащимся показать очень высокие результаты, причем именно по элементам физики. Вот видите, на последней строчке написано. Было всего 9 заданий, в которых наши учащиеся оказались вообще впереди планеты всей. То есть, выполнили лучше всех по абсолютному, по абсолютному показателю. Так вот, среди 9 из этих заданий, 7 относилась не к тем вопросам, которые они изучают в рамках окружающего мира, а к тем, которые не изучают в области физической игры. Значит, сам по себе этот результат поразительный. Я думаю, что любой из вас, кто хоть раз спускался хотя бы на природоведение в пятом классе, да, ощутил познавательные потребности и интересы учащихся именно в нашей с вами науке. Значит, несмотря на то, что это есть, вот результаты международного исследования, это показано как бы с цифрами в руках, да, сдвигов совершенно не происходит. У нас до сих пор в начальной школе, это, собственно, и в курсе в периодоведения естествознания, головенство в биологии, и как я не уважительно относилась к биологии, в школе в этом возрасте это исключительно описательная наука. И она превалирует над нашей объяснительной, так сказать, физикой и эффективностью. Хотя вы прекрасно понимаете, что лодок перехода от знания и образования, так сказать, деятельностного подхода предполагает, что эту деятельность нужно на чем-то организовывать, организовывать ее на биологии в сто крат сложнее, чем на элементах физики. Могу сказать, что дело обстоит еще хуже, чем я вам сейчас записываю, потому что если вы взгляните на стандарты второго поколения, то там ненавидно изменилось содержание образования к предмету окружающий мир. Кроме того, при всем уважении к гуманитаризации образования, окружающий мир, который, конечно, должен интегрировать общество знания и естество знания, всегда все равно оставался родным природоведением, да, и в большей степени касался вопроса изучения природы. Сейчас практически половина времени выделяется на общество знания, что вообще, говорят, снимает наше естественное научное участие в начальной школе совсем до минимума. Кроме того, если вы внимательно читали стандарт основной школы, который уже принят, там просто нет в основной школе теперь слово природоведение или естество знания. У нас оставался единственный оплот в младшем подростковом возрасте природоведения, где у нас были элементы астрономии, пусть какие-то элементы физики, он как класс изъят из стандарта второго поколения. Поэтому в 21 веке наши дети, живущие в столь сложном технологическом мире, будут получать первое знание в школе о физических явлениях только в 7 классе. Никакой пропедектики по стандартам второго поколения в этом плане не предусмотрено. Я считаю, что это, конечно, ни в какие бороды не лезет, и уже, наверное, одним из аспектов в резолюции нашего съезда должно быть отношение к этому моменту. Следующий момент. В любом исследовании проверяются умения, понятно. Вот здесь представлено таблица в тинции сравнения результатов по умениям 4 класса и 8. Вот обратите внимание, в 4 классе, прекрасно знаете, возрастную психологию наверняка еще помните, причинно-следственные связи только формируются, и эти задания должны быть достаточно сточем. Основная школа должна быть по сути уже объяснительной, и рост должен происходить именно на вот этих вот сложных умениях, которые были свидетельны на третьем школе. У нас же очень интересная тенденция. Видите, вместо роста по сравнению с начальной школой мы получаем скачок вниз. То есть вообще говоря, несмотря на то, что мы еще удерживаем вот эти лидирующие позиции, по большому счету мы их удерживаем пока только за счет того, что у нас очень большой объем фактического материала, и наши дети просто очень много знают. Но, к сожалению, не так много умеют именно в применении этих знаний. Можно это проиллюстрировать очень простым вещами. Значит, тема электрический ток ТИМС восьмой класс. Замечательно проводится исследование в апреле месяце. Наши все только изучили электрический ток. Результат у нас определенно высокий. Вот видите, процент там 92 лет. Но это было все, что перечислено, ровно с увеличением сложности по умению. То есть пока дело касается фактических знаний воспроизведения, мы замечательно. Как только дело касается после какого-то применения, результаты резко падают. Хуже всего они у нас в любых объяснениях. Вот очень характерный пример задания по тому же самому электрическому току. Я не знаю, достаточно мелкий шлифт, но по вскоре этих партах видно или надо читать задание. В домах используется электрический цепь с параллельным, а не с последним соединением проводов. В чем состоит преимущество использование параллельного соединения проводов в домах. Полностью справился у нас около 30% заданий. Если вы помните, они перед этим успешны рассчитывали силу тока при последнем параллельном соединении. И вот это прослеживается практически везде. Это на самом деле тревожная тенденция, которую можно увидеть в международных исследованиях. В отличие от наших ЕГЭ-ГЭ, где не принято сравнивать результаты мальчиков в детстве, девочек, в любых международных исследованиях это делают, а для искусствознания это вообще достаточно интересно. Мы представляем довольно уникальную страну, где практически ни в одном из исследований не прослеживается различие результата по искусствознаниям между мальчиками и девочками. Да, это партоксальный результат, хотя обычно страны делятся либо в одном, либо в другом. направление очень сильное. Значит, вот в ТИМСе единственный предмет, по которому были какие-то различия, это физика в восьмом классе. В четвертом не было никаких. Но самое интересное, ну, казалось бы, нормальный результат, мальчики должны учить физику лучше девочек. Но все так не ограничивается, мы стали более подробно выяснять, а в чем же мальчики имеют преимущество. И оказалось, что преимущество они имеют в той информации, которой нет в наших учебниках. То есть они имеют вон вне школьной информации. Вот чисто, так сказать, вернее, очень хороший пример. На проводочке, на гвоздь наматывая проводок при соединенной батарейке, спрашивают, что произойдет войдем, когда под проводом потечет электрический ток. Вот это задание, ему подобное, ну, либо на такие опыты, с которыми мальчики сталкиваются со своих игрушками, либо на том, что они, ну, я не знаю, получают на уроках предположение труда, отмечают девочек, которые занимаются совершенно другим. Вот именно по этим аспектам они и имеют у нас более высокий результат. Больше нигде это не прослеживается. Надо сказать, что даже в ЕГЭ, извините, что скатилась на эту тему, еще в 2007 году у нас было существенное преимущество юношей по сравнению с девушками. То есть средний балл был выше. На протяжении последних лет эта граница очень сильно размывается и практически в прошлом, ну, в этом году у меня данных нет, но в прошлом году никаких различий между мальчиками и девочками уже не наблюдалось, даже в нашем регионе. Значит, межпредметные взаимодействия. Значит, поскольку эти исследования проводятся не по физике отдельно, а вместе по теме биологии и элементам географии, то очень интересно проследить, насколько самые важные глобальные вопросы формируются в различных предметах. То есть понятно, что нельзя проверить все. Вот Тимпс выделял два вопроса. Это сохранение массы в различных процессах и закон сохранения энергии. И вопросы эти проверялись как на физике, так и на биологии, на химии, там, где был лучше. Так вот, ситуация следующая. Закон сохранения массы химических реакций, ну, то, что является, как бы, аксиомой для преподавания физики, выполняется очень хорошо. А вот сохранение массы в агрегатных состояниях наши детей стали в полной тупик. То есть, они не понимают вообще, о чем их спрашивают и, к сожалению, не отвечают. Закон сохранения энергии, ситуация ровно противоположная. Здесь физика впереди планеты всей. Ну, любому составителю тестов ясно, что если тебе нужно сделать какой-нибудь вопрос, на который ответят все, это должно быть закон сохранения энергии при свободном падении. Здесь приходят потенциально кинетическую и знают никакой троечник, даже на расчетных уровнях. Это вот есть. Когда же дело касается биологических процессов, ну, например, наши дети в восьмом классе даже не представляют, что фотосинтез, это, в общем, тоже имеет такое отношение к превращению энергии. Они просто в таких позициях его не воспринимают. То есть, ну, вот здесь вот приведены два этого задания, я не буду засчитывать. В первом случае, это химия, если сравнивать масса до реакции и после реакции, а во втором случае, вот для приготовления льда в мразильную камеру поставили стакан, содержащий 300 грамм воды. Такова будет масса полученного льда после того, как вся вода забьется. Да? Вот 29% наших учащихся сообразили, что масса в этом случае не изменится. На этом главное. Значит, такие же сложности у нас из интеграции знаний из разных предметов. Причем, я бы даже сказала, еще больше. Вот это вот пример заданий из последней письмы. Ну, казалось бы, не шибко сложное задание, поскольку здесь спрашивается увеличение концентрации углекислого газа в атмосфере частично вызвано использованием определенных источников энергии. И перечислено несколько источников энергии, нужно указать, приводит или нет использование каждой из них к образованию углекислого газа. Да? Ну, предельно просто. Ну, вот вся проблема в том, что ядерная энергия это у нас физика, уголь, сыра и нефть это у нас химия, а биотермальная, в лучшем случае, география, да? В результате при среднем международном 33 наши еле-еле 20% выбираются для того, чтобы сообразить, где будет выделяться углекислый газ. Значит, это действительно достаточно сложная проблема. Нас собрали вместе с биологами, и я считаю, что это достаточно знаково, потому что в последнее время у нас из программ вообще есть такое понятие, как межпредметная связь. Все усилия варба с физиком в плане межпредметных связей уходят на математику, да? Потому что это для нас наиболее важно при подготовке к экзаменам и так далее. Мы даже не задумываемся о том, что химики говорят по поводу нашего же сохранения энергии. Мы не задумываемся о том, что один и тот же атом в одно и то же время на химии и на физике представляются абсолютно разными моделями, да? И в результате удивляемся потом, почему детей не задумывается как будет ежедневное представление. Я понимаю, что это не дело учителей, но у нас, все говоря, наследие, что присутствует, ну, по крайней мере, судя по догладам, достаточно большое количество авторов учебников, наверное, вот в этой середине, когда нужно как-то начать решать эту проблему межпредметного взаимодействия. Следующий момент, ну, исключительно для размышления. Как я уже сказала, программа, которая проводится в международном исследовании ТИМС, она едина для всех, поэтому нашим учащимся приходится отвечать на вопросы, которые они в школе не изучали, не проходили. Значит, мы очень много говорим о переходе в школы знания, школы деятельности, а вот эти вот два примера очень хорошо показывают, насколько внешкольная информация начинает влиять на результаты обучения. Вот посмотрите внимательно. Первое задание. Я специально здесь выбраны два задания, абсолютно одинаковые по форму представления. Прекрасно понимаете, что сложность как бы определяется, одинаковые умения, примерно одинаковое, так сказать, содержание, одинаковое форму представления. Вот первый программный материал о том, какая будет температура при кипении. Я не могу читать. Да? Мы все это проводим, все, так сказать, в восьмом классе изучаем. Вот, пожалуйста, 51% отвечает, что она будет постоянно. Второе, когда сосуд с водой помещают в морозильную гальку один с солью, другой без солью, я вас уверяю, на химике этого тоже не изучают. Это наши дети видят только зимой при посыпании дорожек, так сказать, дорожек с льдом. То есть это в чистом виде вне школьной информации. То же самое задание в процент выполнения 53. Это я просто к тому, что нынешние стандарты не даром только приходят от первого основа. Информация наших детей окружает и оказывает очень большой пустыть образовательный эффект. Это международное исследование показывает очень хорошо. Значит, я думаю, что нас всех интересует физика профильного уровня, потому что здесь тоже проводилось, как я сказала, международное исследование ТИМС. Вот если вы посмотрите на эту таблицу, то увидите, что здесь наших детей проверяли практически по тем же программам, по тем же стандартам, что присутствует у нас на ТИМСе. Это вот слева колонка как бы процент заданий по данной теме в ТИМСе, а справа в нашем пустыке ТИМСе. Единственное, в чем мы отстаем, это, ну это будем говорить, современная физика, не совсем современная, но хотя бы, так сказать, начало 20 века, через которую никак не нужно перешагнуть ТИМ-ЕГЭ. эти результаты по этим вопросам всегда крайне низкие, наверняка вы это знаете, если знакомились с нашими отчетами. Значит, что показывает результаты этого исследования? Ну, еще раз говорю, оно было не очень представительное, всего 9 стран, которые решились поучаствовать в этом, естественно, результаты у нас более-менее приличные, и самое лучшее они оказались по расчетным задачам, вот мы вернем наверху общие результаты, существенно выше среднего международного результата, и, например, вот та же самая задача на закон сохранения импульса. Внизу приведены результаты выполнения, надо сказать, очень хорошо коррелируют с результатами того же самого ЕГЭ, или, то есть, любых наших диагнозов. Значит, на втором месте оказались качественные задачи, но мы тоже, опять же, выше среднего международного, но чуть меньше. Точно, я имею в виду, где нужно было понять какое-то явление, да, его объяснение, но не нужно было применять никаких расчетов. Вот это, например, задание на, собственно, громкость и чистоту звука выполнили 82% наших учащих при среднем международном результате 53. Как ни странно, весь парадокс заключается в том, что наиболее наименьшее отрыв от средних международных результатов, то есть, самые худшие результаты по сравнению с остальными, наши дети показали на воспроизведение знаний. Вот очень показательный пример я даже прочту. Значит, атомное ядро обозначается губленным символом с верхним и нижним индексами. Каково правильное обозначение для ядра, состоящего из шести протонов и возмене трона? Первые элементы в порядке возрастания массового числа приведены. Первые 8 приведены. международных 41. Очень парадоксальные результаты, которые прослеживаются практически по всем заданиям на воспроизведение знаний. То есть, наши дети в углубленке очень хорошо мешают задачи, но не отвечают на простые вопросы. Значит, это хорошо, они не отвечают на те вопросы, которые задавали международные с геновочкой. Значит, для международного исследования Димса интересна динамика. Но, к сожалению, углубленку проверяли только в 95-м году, а потом в 2008-м. Больше денег не нашлось. Так вот, по сравнению с 95-м годом, к сожалению, наши результаты стали хуже. Вот видите, есть 546-521 баллов. Вот здесь вот приведено одно из заданий, показано, как мы постепенно, так сказать, в этом отношении теряем свои позиции, к сожалению, теряем свои позиции. Ну, это анализ схемы, да, в данном условии нужно определить, какая схема, так говоря, и все с данным результатом. Интересно, достаточно типично, в общем-то, справляются, но в прошлом, в 95-м справлялись в 92-м, а сейчас в 84-м. Значит, надо сказать, что это не связано с тем, что мы с вами стали хуже учить детей. Нет. Просто в 95-м году под понятие углубленная физика, например, вы хотите профильная физика, подать вполне определенный, так сказать, контингент образовательного учреждения. Как правило, не менее 5 часов, так сказать, за 2 года обучения и выше. Поэтому результаты были тоже выше. В этом же исследовании, как потом оказалось, в некоторых регионах у нас профили начинают считать, что это не с 3-х часов физики, да, но если считают профили, то соответственные требования выдвигаются по стандарту профильного уровня, не давая соответственной учебной нагрузки. Вот я специально включила эту диаграмму, чтобы вы посмотрели. Видите, Российской Федерации, какой разброс, там среднее, а потом результаты лучше, результаты лучше, да, ну более слабо. Так вот, наши, как бы, наиболее сильные оказываются, ну, практически сильнее всех, это абсолютно нормально, да, но, к сожалению, в этот же профильный уровень попадают уже школы, ну, наверное, с недостаточной учебной нагрузкой, и вот этот разброс результатов привел как раз к уменьшению этого среднего значения. Мне, на самом деле, в данном случае, мне лично, очень не нравится положение, когда профильным уровнем называют то, что хотят управление образованием. И у нас практически нигде, а в стандарте второго поколения вообще нигде не определена учебная нагрузка, которая будет соответствовать будущему профильному уровню. Коллеги, а это, на самом деле, ужасно. Вставлять требования и программы профильного уровня, не обеспечивая хотя бы какую-то защиту по учебной нагрузке, это совершенно немыслимые вещи. В стандартах просто описано, как бы, общее количество часов, которые отводятся вообще на изучение всех предметов, и даже не оговариваться, сколько на нашем, физику с вами должно поделяться. При том, что учебный план сейчас будет, ну, собственно, уже в виде не только директоров школ, при отсутствии этих нормативных документов, мы с вами будем оказываться в ситуации еще большего разброса. физика у нас оказывается профильная от 3,6 до 10, так, как захотят наши управленцы, а не так, как это положено по требованиям нашей программы. Следование ФИЗа. Ну, как я уже сказала, следование ФИЗа кардинально противоположное, это как бы для нас совершенно не привычное, проверяется в нем естественно-научная грамотность. Вот под естественно-научной грамотностью понимают прежде всего жизненный контекст ситуации. Второе, к этой жизненной ситуации они должны приложить те знания и умения, которые получены на уроке. В результате определяются, обладают ли они компетенцией, которая включает умение поставить научные вопросы и обратиться к знаниям, чтобы использовать их и делать выгоды на основе, так сказать, имеющихся фактов. Ну, плюс еще имеется в виду как-то ценностные, ориентируя и интересные здесь на научном узнании, но заданиям это не видно, это сопровождение данного исследования. Значит, сколько себя помню, по крайней мере, с 2000 года у нас говорят о необходимости внедрения компетентского подхода в образование. Слово компетентности уже даже стало каким-то ругательным, то есть его выучили всем, никто не понимает, что от нас в результате хотят, но давайте посмотрим просто на цифры. Будем считать, что в физике проверяют нашу предметную компетентность, это умение применять знания по физике в ситуациях жизненного характера. Самое печальное, что сколько бы ни говорили о внедрении нового, мы остаемся абсолютно на тех же самых позициях. Вот поскольку этот анализ в физике происходил буквально недавно, полгода назад, то для меня, например, человек, который, ну, вот так вы понимаете, анализирует достаточно много вот этих вот различных тестовых материалов, было просто открытием, когда можно было через три года на другой выборке на тех же самых заданиях получить процент выполнения, совпадающий до десятых долей. То есть ощущение полной стагнации за три года вот по поводу нашей, естественно, научной грамотности не проходило на протяжении всего того момента, как мы анализировали эти результаты. Ну, честно говоря, оказаться в 2006 году получить 24,79 баллов, а в 2009-м 478, да, как вы понимаете, с учетом ошибки измерения, это, ну, полоса, просто потрясающий антивертонский результат, да, с этим совершенно не поскольку. Значит, заблуждение, что в исследовании ПИЗа даются какие-то огромные тексты, которые нужно читать, или в них что-то выбирать, это заблуждение, это проверка грамотности чтения и отнюдь неестественной научной грамотности. Вестественной научной грамотности практически не дают огромных текстов, хотя, конечно, описание жизненной ситуации все равно сопровождается каким-то текстом. Значит, было несколько заданий, ну, буквально несколько, которые наши дети оказались хоть немножко выше, так сказать, среднего международного результата. Конечно, не впереди планеты всей, как в ТИПСе, а просто чуть выше среднего международного результата. Вот одно из них приведено здесь, ну, стандартное задание на плавание тел в жидкости, но только жизненной ситуации в том, что здесь не тело, да, не цилиндрик, сделанный там из алюминия или из-за чего-то, а вот показано, что там вешалка для пальто, обожут на лампу, а так те же самые плотности, там и нужно определить, все будет плавать или нет. Значит, для нас это, ну, учебная ситуация, наша дети это очень хорошо выполняют. Если сравнить с предметной диагностикой в Москве, вот аналогичное задание, ну, конечно, в другом виде, да, ну, менее 60% никогда не дают, мы в 9-м, не в 10-м, так сказать, не в 11-м классе, это типа остатки. То есть, вот этот вот скачок как-то с 60-ти с лишним до 43-м, это объясняется только, только другой, так сказать, вот именно антуажем жизненной ситуации, да, в том, что мы от тела перешли к вожуну и к вешалке к петли пальцов. К сожалению, в наших с вами задачниках практически не присутствуют реальных объектов, да, понятно, что физика работает с моделями, понятно, что строго эти модели, опять же, применимы только к идеализированным объектам, да, но результаты наши дети на реальные объекты уже не выходят, да, вот сидящий в этом зале коллега однажды подарил мне задачник Цингера, да, и просветил очень интересно эволюцию задач по физике. Если в 1913 году там был мост в Ангелии, который в самые низкие температуры принимал такую длину, а в самые высокие температуры летом такую, требовал знать, какой же зазор в этом мосту нужно было оставить для того, чтобы это, то задачники Ренкевича там 90-го какого-то года все это, нет, 90-го уже не было, там 80-го какого-то года все это принимало примерно такие, стержень, длину 1 метр, каково изменение длины при изменении температуры 1 метр. Вот, по-моему, самая большая проблема в физике, это вот опять от этих стержней, да, найти возможность перейти к этим мостам, у нас все получится. Еще несколько моментов по физиям. Значит, работа с информацией. Я прошу прощения на физике конкретно, там не было здесь приведен пример, но с биологией. Значит, ФИЗА проверяет работу с информацией, в том числе будет ее ввести на научную грамоту. Считает, что основным это нужно задать вопрос, да, и правильно сформулировать информационный запрос. Ну, трудно спорить, для человека 21 века формулировка информационного запроса в интернете, это вот дело, дело каждодневное, да, вот выделение этих ключевых слов. Значит, посмотрите внимательно на результаты. Наши дети 56%, при среднем с международным 68%, а вот это вот наши ближайшие соседи, да, Япония и Южная Каэра 85,80%, но те, кто занимается созданием тестов, понимают, что 85,80%, значит, практически все не испытывают затруднения в формулировке информационных вопросов, да, а у нас только половина в состоянии правильно это сделать. Я понимаю, что мне кажется, что мы этому не учим, но, наверное, просто надо задуматься и как-то начать учить для того, чтобы в этих аспектах наши дети не выступали, так сказать, своих сверстников из всех остальных стран. И, напоследок, самое основное, во всех исследованиях и в ТИМСе, и в ПИЗе проверяют не только знания о предмете, о законах явлениях и так далее, но и понимание о том, как делается наука, то есть, понимают ли наши учащиеся, что представляют из себя методы научного познания. Значит, и в ТИМСе, и в ПИЗе основное отставание наше с вами у средних международных результатов это именно этот аспект. То есть, не столько фактических знаний, сколько знаний методов познания. Вот здесь вот приведено выдержка из отчета по ТИМСу, вот видите, самые низкие результаты при выполнении мысловых экспериментов и так далее. Вот, если посмотреть, правильный рисунок как положение в стакане с водой термометра при измерении температуры. 50% у нас знают, как это делается. Порядок проведения опыта при помощи электропристики определить, в какой емкость содержится пресная, в той соленой воде. Ну ладно, это по крайней мере сложно, 41. Измерение объема двух цекочек при помощи международных и воды, это стандартная лабораторная работа. Описать это развернутый ответ, нужно изложить, что сделать. 23% справляются с этим. А уж самостоятельно описать проведение исследований, то есть предложить, ну это правда материал биологии, но факт о том, что здесь уже совсем крайне низкий результат. В ПИЗе проверяют примерно то же самое. И опять же, они здесь относят к этим методам, это постановка научных проблем, движение и дели, наблюдение экспериментов, и работа с различными данными и какие-то измерения. Значит, опять, не большее отставание при интерпретации любых исследований предложенных учащимся. Ладно, исследование, но, казалось бы, что может быть проще сформулировать вопрос, который может быть предметом научного исследования. Надо просто отличить от того, что может быть с интерпретом исследования, а потому что не может быть. Вот, в общем, показательное задание. Подушка безопасности установлена в автомобилях, чтобы снизить вероятность получения травм при столкновении. В подушках используется гемическое соединение, азит-натрия, которое настолько токсично, что даже небольшое количество, попавшее в организм перед дыханием или глотанием, может быть человеком. сформулируйте один вопрос, связанный с поднятой к этому отрывке проблемам, использованием подушек безопасности, для ответа, которые ученые должны провести исследование. Любой вопрос, любой, по которому можно провести исследование. Ничего себе. Да. Нет, убить меня. Средний персонал в том числе 51 на 43 даже на таких простых заданиях. Я постаралась в своем выступлении охватить максимальное количество исследований. Извините, я немножко переграла время. Большое спасибо за внимание. Если вас интересует более подробный результат, с вами можно познакомиться на сайте Центра оценки качества образования Российской Академии образования. Сайт присутствует на этом слайде. Большое спасибо. Спасибо, Мария. Очень интересный доклад, и поэтому по всей вероятности есть вопросы. Пожалуйста. Вопросы есть. Пожалуйста. Вопрос. Вот, вот, есть ли вы некоторого противоречия между включением понимания ПС-перехода в детстве не исключает первые в этом мире звуковые полны, полны на порядке скажем, воды. Это то, что наглядный. Никто как бы не задает вопросу, почему он, я скажу, если он едет устойчиво, а вот не говорю последний, он это готово, так сказать, у меня уцы катаются, я так сказать, кто-то смотрит согласно. То есть, мы исключаем из-за осмотрения ночи наглядную, наглядную, вопрос наглядной физики, не кажется, не вам, в ходу терапевтизирования на уровне потенциальных поддержек. Абсолютно согласна. Что касается поведенственного потяжения, обязательно согласна. Но, я только единственное предложение, давайте пересмотрим программу для следующего стандарта второй поколения. сейчас у нас синие, да, я у нас, и ее по-насбюме не нашли. Уважаемые коллеги, в формате вопросов, пожалуйста, вопросов нет. Нет, никто не решает. Вы проводили пример теоретические системы, вот я знаю, вам не исключили, кто же разноски переводил, там прямо по-разному, нет проводов, как это означает, ну что, так сказать, там земля, это такая, на темпу, мы сейчас говорим тоже, потому что у нас есть вопрос, учебники, как разводится, причем любой повод отмечается от земляного, не надо писать про опасную, что там скрипали и так далее, потому что нам власть не знал, что не он обрегает, а это не будет. Я пока не решила. Я принесла на вопрос. Спасибо. Вопрос. Здравствуйте, пожалуйста, что там отмечается от родных силий, и как у детей это работает? А, нет, ну, тестируется на самом деле международных и следует совсем немного детей, в ТИМСе это порядка четырех с половиной тысяч на всех странах, в ТИМСе порядка тысячи с половиной, но осуществляется репрезентативная выборка из сорока пяти регионов, ну, я не буду механизм рассматривать, то есть поверьте, что туда попадают как бы в ТИМСе, ну, представители всех, так сказать, всех школ абсолютно из половины регионов нашей страны. А, это механизм очень важный. Нет, значит, вы понимаете, мы с вами знаем, что у нас, к сожалению, очень часто делаются выводы на нерепрезентативные выборки, но поверьте мне, Бостовский университет очень тщательно, который осуществляет, собственно, вот следит за выборками, осуществляет команду по этому поводу, очень тщательно следит за этим вопросом. Спасибо. Продолжение следует. Продолжение следует... коллеги, я не полиграю. Скажите, пожалуйста, они проводились такие исследования у нас внутри страны? Как повлияло... Как повлияло... введение синцентрической программы на ответы, которые дают ученики? Коллеги, к сожалению, даже международные исследования проводятся с большим боем. Вот тому же самым центром оценки качества стоят немало усилий и политической воли для того, чтобы добиться от нашего министерства хотя бы участия в этих международных исследованиях. У нас внутри не проводится ничего, кроме ГИИ и ЕГЭ. А сведений какие-то? Вся диагностика сейчас подана наук в региональном управлении образованием регионального министерства. На федерации не проводится ничего. Продолжение следует... У нас есть соглашение. У нас в региональном в этом исследовании участвует очень мало вообще детей. Взять старую в 2005 году раздать сетей на в интернете мы приведем, мы посмотрим, мы анализируем. Это предложение, пожалуйста, в резолюцию. Так, я сразу хочу сказать, что бесполезно это предложение в резолюцию, поскольку вы прекрасно понимаете, все задания, которые проводятся международные исследования, являются секретными. мягко говоря, даже просто я вам показывала, я показывать не имела права. Там уже два полицейских стоят, заберутесь. Итак, уважаемые коллеги, давайте по глазам моего коллеги продолжаем нашу работу по программе. Доклад у нас Наталья Сергеевна Повышева сейчас его загрузят, чтобы я не зачетовал название Доклада. Наталья Сергеевна, здесь у нас. Уважаемые коллеги, добрый день. Я представляю доклад «Видеральный государственный стандартный высший профессиональный педагогического государства». Я хотела бы сказать, потому что я не решила построить доклад Диму сначала о стандартах, я постараюсь покорочить его существу, и все-таки я не могу не сказать о тех проблемах, с которыми столкнутся работающие учитель. Итак, я представляю Деткисики и Информационные технологии Московского Педагогического государственного университета. И сейчас пойдет речь о подготовке педагогических кадров. Мне вчера было сказано, что педагогические университеты плохо готовят учителей, но я не могу с этим согласиться. Естественно, мы очень уязвимы и мы очень открыты. И за нами наблюдает все, и родители, и коллеги, и дети, и в общем все наше общество. Мы очень открыты. Безусловно, есть недостатки очевидно подготовки учителей, также подготовки научных работников, подготовки медиков и других специалистов. Что сейчас происходит? Мы включили стополомский процесс. Это неопразимо. Мы уже включились, мы уже перешли на двух уровневую подготовку специалистов. И в этой ситуации мы должны предложить максимальное усилие для того, чтобы сохранить то, что у нас есть, и внести подготовку учителей что-то новое. Что у нас есть? У нас есть фундаментальное образование, которое мы даем учителям в области специальных предметов. и очевидно инновации должны отнестись к усилению профессиональной направленности подготовки учителей. Итак, разработаны стандарты подготовки бакалавров и магистров направления педагогического образования в уровне физика. Основные особенности стандарта. Ну, во-первых, я уже сказала, кухонная система высшего профессионального образования подготовки администратура. Второе, модульное построение образовательных программ висит для представления разделов образовательных программ, то есть мы представляем их не часа, а вот зайдем в дни, правда, потом переводятся в часы. Стандарт строится таким образом, что только базовая его часть состоит стандарт состоит из нескольких разделов, я вам покажу, и в каждом разделе есть базовая часть и креативная часть. И стандарт имеет наполнение только в базовой части, причем под стандарт педагогического образования включает пять обязательных предметов. Остальное дисциплины, определяет ум. Начинаем с дисциплины философии, истории, иностранный язык, мы, конечно, без культуры и ухудшения, без этого мы теперь не можем. При этом расширяются права умов, права образов, наполнением вариативной части образовательных программ. И еще одна особенность это компетентность и подход к определению требований к результатам освоения основных образовательных программ. Мы много говорили на съезде уже вчера и сегодня о компетенции, о компетентности. Марина Юрьевна об этом говорила, о чем порядка страшного здесь нет. Естественно пойдем лечиться к компетентному врачу, мы пойдем консультироваться к компетентному юристу, и это нормально. Речь идет о профессиональной компетентности учителя. Для того, чтобы учитель приобрел эту профессиональную компетентность, мы должны его формировать в процессе обучения компетенции, знания, умения, и основное отличие от того, что было раньше, это личное качество, мотивация и готовность выполнять профессиональную деятельность. Поэтому понимаете, вот сама идея, она нормальная и эти слова мы уже понимаем, но то, как это реализуется, это как всегда. Так много нам включено вопрос компетенции, мы должны разработать и фаспорт компетенции, мы должны показать, какие компетенции в речении какой дисциплины формируются, и так далее. Вот тут уже возникают большие сложности, и очевидно, это все-таки нерациональная затраты сил и времени. В подготовке бакалавра на направлении методическое образование осуществляется двух вариантов. Первый вариант это бакалавр четырехлетний, профиль, физика, но иногда физическое образование бежит, и бакалавр пятилетний, совмещенный об этом нужно поговорить за сутки. Вообще-то такой бакалавр, его действительно статус не определен четко, но в стандарте написано, что бакалавр имеет право вести преподавательскую деятельность в любом образовательном учреждении, кроме высшего официального учреждения, высшего профессионального образования. То есть это основная школа, если вы знаете, учитель физики, это старшая школа, базовый уровень и противный уровень. Сюда входят и эффективные курсы, тоже преподавание эффективных курсов. Бакалавр пятилетний. Мы прекрасно понимаем, что при той ситуации, которая сейчас существует, в двухчасовой физике в основном, учитель не может получить нагрузку в объеме полной статуры. Особенно это важно и существенно для региона, для сельских школ, ну и нам искать городских школах и в Москве в том числе да, если плацет тоже бывает, когда учитель не обеспечен полный нагрузок. Правильно? Ну, наш институт вышел с предложением об открытии пятилетнего бакалавриата бакалавриата это предложение было принято и стандарт пятилетнего бакалавриата утвержден. Что такое пятилетний бакалавриат? совмещенные бомбери. Мы готовим учителя, но в частности в нашем университете мы уже подготовили прием на бакалавриат пятилетний физика и информатика. То есть учитель физики и информатики. Физика и английский язык. Учитель физики и английский вакуазы как соответственно. Понятно, что мы можем заявлять любой набор профи совмещенных. Мы можем совмещать профи и направления какой-то специальной свободы. это может быть учитель начального класса и учитель музыки. Вот такое объединение бакалавриатских программ. Понятно, что здесь расширяются виды профессиональной деятельности. Мы входим в научный исследовательскую деятельность, расширяются засады компетенции и удовольствия профессиональные компетенции. Предусматриваемся педагогичные практики потом предметов и доходы аттестации за потом предметов. Выбегает вопрос, что это такое? 4-1 или 5? То есть основная основной группе и дополнительной группе или это по-настоящему совмещенные группы. Отвечая на этот вопрос хочу сказать, что это совмещенные группы, это не дополнительные специальности, это не дом образования, это единое образование по двух группе, которые начались в наших группах преподавать двух предметов. Какие группы совмещать? понятное, это зависит от конкретных условий, это зависит от воспреждения, от воспреждения учителей того или иного предмета, от условий региона, ну и конечно, мы вот разогнатывая такие образовательные программы, мы учитывали наработанный, накопленный уже год. Стандарт а то, как он будет реализован, зависит от образовательных программ, которые мы разработали. Образовательная программа включает 30 циклов дисциплин гуманитарной, социальной, экономической, математической, естественно-научной и профессиональной и разделной физической культуры, учебной, производной практики и доктора и государственная аттестация. Включает величие компетенции, это учебно-культурные и профессиональные, и специальные компетенции. Вот общекультурные и профессиональные это стандарты прописано, а специальные компетенции разрабатываются образовательным учреждением, то есть образовательным вузом, в зависимости от того, по какому условию осуществляется подготовка. В этих специальных компетенциях существу значяются и конкретизируются профессиональные компетенции. Мы изменили 4 группы несут ванну. Я не буду говорить о коммунитарном цикле, это неинтересно. Что касается математического цикла и естественной научной, мы прекрасно понимаем, что приходят к нам студенты с разной начальной подготовкой, Поэтому мы пользуем вместо тех предметов дисциплин, которые нам предлагают, мы вводим элементарную математику и основу физики для того, чтобы повторить то, что произвучено в школе и подготовить восприятие в школе базе дисциплин определены такие дисциплины, как психология и методика теории и методика обучения и физики и безопасность везде деятельности. Но мы сами в определенной степени все или иные часы выделяем на ту или иную дисциплину. Правда, есть определенные рамки. Есть рамки, нам сказано, не больше чего-то, не меньше чего-то, но тем не менее у нас, скажем, педагоги делят 9 зачетных единиц, а теорий обучения 9 и 10 зачетных единиц. Естественно, это деление бакалавриата и добавляющая теория витута обучения информатики. А дальше вот профессиональный цикл вариативная часть. 90 зачетных единиц это то, что должно быть в базовой части и остальное идет ой, извините, 90 часов это то, что вариативные части, а для всех студентов а 44 зачетные единицы это вариативная часть по выбору студентов. Эта вариативная часть по выбору студентов должна составлять одну треть от всего обучения. у нас получается что вариативная часть мы не помните не можем сделать только там получается общая экспериментальная физика вышли на тему азербайзе азербайзе и электро радио техника это наши традиционные дисциплины при этом должно сказать что число часов у нас практически не уменьшается по сравнению с подготовкой специалистов что касается 5-летнего баклабриата то здесь просто больше зачетов тези не 120 поэтому мы могли определить три блока в соответствии с профилем подготовки это профиль физика и информатика модуль высшая математика модуль физика и модуль теоретические основы информатики и там соответствующие наполнения а вот дальше мы профессиональный цикл тот который по выбору студентов мы уходим мы должны предложить альтернативные дисциплины и мы делаем таким образом вот у нас практикум решения задач коммерческой сложности номер один и практикум номер два студент я так думаю преподаватель дальше технологические практики инструкционно коммуникационной технологии физическому образованию альтернативный уровень использования образовательных ресурсов при обучении студентов понятно что здесь есть общая метрообщая часть и вариативные части этих дисциплиентов соответственно студент может выбираться ну примерно то же самое и пятилетний бакалавриат здесь на основу физический ой извините опечатку практику номер один физический практику номер два практику методики и техники школьного физического эксперимента оборудование школьных кабинетов физики информатики тоже вот из двух дисциплинах есть общая часть и есть вариативная часть таким образом мы пытаемся вот сохранить какое-то метро и дать возможность студентам сформировать свою индивидуальную траекторию выбрать кто-то или мой курс надо подписаться на может не не том что далее Продолжение следует...